На столе время эфира. Гости ждут. Чайку попьем. Уже чай? Я сегодня так по тихо грусти заварил. Не успел за стол, а тут уже чай. Это радостный какой-то? Да, да, да. Радостный, с розоватой каемкой по краям. Это классно. Ну, теперь с большой радостью. Да. Про зеленый чай. Стоит, наверное, сначала сообщить нашим зрителям о том, что в течение эфира мы дадим информацию. Дадим сообщение. Дадим сообщение такое. Об этом мы хотим сообщить. Одним словом, друзья, сегодня будет дополнительная акция-бонус относительно скидок на очень интересный чай. Поэтому будьте с нами, смотрите эфир. Просто он сам нам реально нравится. Да. А чай довольно дорогой, очень важный и дорогой. Хочется с вами поделиться этой радостью, да. Теперь к зеленым чаям. К зеленым чаям. Лето. Во время пить зеленый чай. Хотя сейчас мы пьем не зеленый чай. Точка. Эфир закончился. Но это не важно, да. Но это, по сути... Ну, мы любим разные чаи, но зеленый. Он на самом деле маскируется под зеленый, что забавно, что пуэр... Ну, я не знаю, может, это для кого-то будет инсайт информации. Может быть, нет. Пуэр это, по сути, тоже древний зеленый чай, который вне школы системы. Я имею в виду шенпуэр. Вот. Изначально, когда... Ну, изначально его так называли, на самом деле. По сути, это вот шайтин. Мао-ча, то есть высушенный на солнце чай. Зеленый чай, в которого фиксация высушения проведена на солнце. Но поскольку это не такой быстрый процесс, он чуть-чуть у себя ферментируется. Поэтому я к чему все подвожу, что пусть вас не печалит, что в моем эфире пьем шенпуэр. Мы говорить будем о зеленом чае, и шенпуэр, по сути, тоже зеленый чай. Древний, архаичный. Но о классике зеленых чаев. Классические зеленые чаи, они обладают, как китайцы говорят, неким качеством холодным внутри себя. Ну, зачастую это не совсем понятно, что такое вот чай, а говорят, что он холодный. Ну, в Китае все продукты традиционно, но, насколько я понимаю, в индийской традиции то же самое. Они делятся по тому, какое качество они передают нам в ощущении. То есть они, допустим, тепло несут в себе. Они убирают, допустим, холод. Или они, наоборот, как бы охлаждают организм. То есть это говорится именно на уровне ощущений. То есть когда мы летом в жаркую погоду функционируем, у нас как бы ощущение такой жары возникает, естественно, от внешнего термического воздействия. От солнца, от температуры. И вот когда в такую погоду пьешь зеленый чай, или белый, например, на самом деле очень хорошо охлаждает. То есть зеленый чай отлично подходит под летнюю погоду. А сейчас, поскольку, как я понимаю, в Центральной России лето примерно начало устанавливаться, то есть более-менее приходит погода, которую можно назвать летом, обещает ближайшие дни... Если бы хотелось что-то более... Аж до 30 градусов. Вот так вот. Поэтому я думаю, что зеленый чай будет более чем уместен. Друзья, наше сегодняшнее предложение будет тогда forever. По сравнению... Исходя из того, что Василий только что озвучил. Хотя при этом, опять же, не стоит думать, что зеленый чай нельзя пить в другое время года. Например, когда мы работаем, напрягая внимание наше, работаем с сирктехникой, как в основном все в офисном формате. На самом деле, зачастую и в офисе... Да, зачастую, да. И происходит стрессовый фактор. То есть мы испытываем много напряжения. У нас энергия, она поднимается к сердцу, к голове. То есть мы испытываем дискомфорт. Иногда начинают уши гореть, вот такое ощущение возникает. Это как раз переизбыток жара такого бодогенного. И когда мы пьем в этом состоянии зеленый чай, он действует эффективно. То есть он действует по принципу такому, что как будто слону форчику какую-то открыли и пошел поток свежего воздуха. Мы прям чувствуем, как нас обдувает свежий воздух, как будто с высокой горы. И ощущение сразу комфорта, радости, ты дома. То есть ты там, где тебе хорошо. Тебе самому хорошо, и у тебя прям ощущение все это негативно снимается. Плюс, ко всему прочему, зеленый чай. Почему еще хорошо пить, в том числе летний период времени? Потому что в летний период времени он обладает и ранней осенью максимальной свежестью. Зеленый чай делают весной, делают в марте, делают в начале апреля. А редко какие сорта делают в мае. И он так сделан, что в нем максимально его качества и свойства раскрыты. То есть можно сказать, что когда зеленый чай делают, его делают для того, чтобы его пили сразу. Или в течение какого-то непродолжительного времени. Есть, конечно, исключения среди зеленых чаев, которые сохраняются четко год. Ну, например, вот колодец дракона. Лунзин, чай знаменитый. Он свои свойства сохраняет часто прям вот в изначальном состоянии в течение одного года. Но надо понимать, что хранение все-таки холодильник. Ну, хранение, да, холодильник и плюс лунзин должен быть довольно интенсивно прогрет, прожарен. Они тоже бывают как у луна разного стиля. Есть совсем такие зелененькие-зелененькие. Есть средний прожаренный, есть довольно интенсивно прожаренный. Но, как правило, интенсивно прожаренный он максимально плоской формы имеет. Золотистый цвет за леноватыми прожилками. Вот, в частности, тот лунзин, который у нас есть в коллекции, он довольно хорошо прожарен, но при этом до такой степени, что у него сочность осталась, которая есть в чаре. То есть, вот эта приятная летучая фракция в аромате, то, что тоже в лунзине считают орхидеевостью. А сладость вкусовая, такая некая его приятная солноватость, пресность лунзина, она проявлена тоже на максимуме. То есть, он очень гармоничный чай. На самом деле, многие специалисты говорят, что лунзин, который у нас, он лучший в России. Ну, я оставляю такое право, один из лучших, да, чтобы не быть таким прям каким-то максималистом. Любители, которые хорошо разбираются в этом чае, пили его и сказали, что это вот именно то самое. А к лунзину вообще традиционно мы относимся очень внимательно, потому что доводилось в конце 90-х годов пробовать настоящие, хорошие образцы, классные. И мы уже отталкивались от тех впечатлений. Когда формировали свою коллекцию, стараемся выбирать чай аутентичный. Друзья, если вы хотите тоже вкусить аромат того, что пробую сейчас я, вам нужно быть здесь, здесь или где-то совсем рядом. Там, конечно, это сделать сложно. За пределами фея. Такая возможность, в принципе, существует. Кроме того, можно и не бояться самим чай заваривать. Только важно обращать внимание на то, чтобы был чай хороший, качественный. Кстати, вот, ну, опять же, зеленого чая же много делается. Зеленый чай – это некий символ китайского чая вообще. Ну, до сих пор. Раньше было абсолютно так. Вот, даже на пачках так писали, там, китайский зеленый чай, без какой бы то ни было детализации. Что там было, это уже вопрос другой. Но, скорее всего, какой-то заводской зеленый чай. Но он очень разный. То есть, он самый богатый по количеству сортов Китая. То есть, сортов зеленых чаев, наверное, есть несколько сотен. Вот. Он делается во всех чаепроизводящих провинциях Китая. Даже пытается на острове Тайвань делать зеленый чай, но он там, как бы, интересными свойствами... А есть ли какие-то приоритетные территории, на которых вот делают лучшие там? Или определенные сорта лучшие на определенной территории, в определенной провинции? Вообще, там вообще есть, конечно. Наибольшее количество зеленых чаев, качественных, сконцентрировано на востоке Китая, в прибрежных провинциях. Это провинция Джудзян. И провинция, гранича с ней Аньхуэй. И это не особо высокие, да? То есть, это там... Ну, зеленый чай, в принципе, он с громадными высотами особо не дружит. То есть, он растет, как правило, на склонах холмов, не очень высоких гор. Бывают исключения. Например, китайцы в 80-е годы освоили в Тибетском автономном округе территории, которая пригодна для выращивания чая. Ну, где-то там на юге, ближе к Непалу. И заложили плантацию. Там зеленый чай растет на высоте свыше 2000 метров. Но поскольку там производство такое заводское, чай сам по себе посредственный. Но есть вот такой, например, чай. А самые лучшие чаи делаются зеленые в странах, в провинциях, где традиционно, исторически сформировалось и определенное количество сортов чайных деревьев, которые в этих районах выводились, и определенные традиции науки обработки. Это все формирует некий характер чая, который в китайской традиции называется минча сейчас. Минча – знаменитый чай. То есть есть в Китае 10 знаменитых чаев, и среди них несколько зеленых, которые считаются чаями, вошедшими в такое китайское мировое наследие чайное. Это сорта лунзинь, уже упоминавшись, дунтинский белочун изомрудной спирали, сойзера дунтин, спиральный чай. Это хуаншанский маофэн в арсистой пике желтых гор. Это тайпин хаукуй. И это, как правило, еще называется так же синьянь мао дзянь, в арсисте лезвие синьяна, и луань гуапэнь, тыканин семечки из луани. Так надо понимать, что каждый из этих чаев тоже может быть очень хорошего качества, может быть среднего, может быть среднего. Во-первых, нет контролируем по происхождению чаев, то есть любой производитель может сделать копию и назвать ее оригинальным сортом. Если он, скажем так, человек порядочный, то он эту копию не сделает, ну, не назовет ее местом территории. Ну, это тоже не запрещено. То есть просто назовет там тыквенные семечки. Короче, всегда обращайте внимание на то, что выбираете, то, что вы покупаете. И я очень рекомендую зеленый чай пить в течение всего года, но летом на него надо обратить особое внимание. Очень классно работает. И зеленый чай очень хорошо обновляет вкус. Когда вы много пьете улуна, пуэра, возьмите и выпейте зеленый чай. Просто почувствуйте этот вкус. Сначала вам покажется, что это почти вода, но какая-то необыкновенная вкусная, ароматная. А потом в горле родится особый чудесный вкус. Удивительно. Я вот в последнее время замечаю такое направление, когда человек вначале пьет зеленый чай, то хочется терпкости, хочется крепкости какой-то и так далее. Ну, конечно, без эксцессов, относительно того, что это вообще горькое. Потом постепенно, по мере взрастания вкуса, человек все больше и больше приходит к тонкому, нежному аромату, тонкому вкусу и так далее. А вот у меня... Тонкий помог. Точно. А у меня такой вопрос. Часто говорят, что зеленый чай, он терпкий. Да, это первый момент. И второй, то состояние, которое он приводит. Некоторые до сих пор утверждают, что большинство зеленых чаев, они расслабляющего действия. По факту это исключительно какой-то случай, может быть, с которым люди сталкиваются? Или это бытует мнение среди населения или среди, я не знаю, в интернете? Ну, мне кажется, что, понимаешь, здесь... Ну, как бы здесь два вопроса прозвучало, ответим на них по очереди. Во-первых, по поводу терпкости. В принципе, в хорошем зеленом чае есть сбалансированное ощущение. То есть, если есть терпкость, она компенсируется сладостью. То есть, есть одновременно сразу несколько вкусов. Есть приятная сладость, есть приятная терпкость, есть солоноватость. Терпкость, вот вытаскиваешь сладость, вот когда чай, допустим, недостаточно классный, качественный, в нем, вот этого сладкого качества мало. Терпкость, она, как правило, остается. За терпкость, это чай, это хлорофилл, как бы без нее никуда уже не денешься, за терпкость и горчинку. Не компенсируется она сладостью, воспринимается как таковая одна. Она грубая, она неприятная, она дискомфортная. Вяжет, может там стягивать стенки желудка. Особенно, когда, например, там какие-то разгрузочные дни, там пост, голодание. Зеленый чай грубый не попьешь. Ощущение неприятное, некомфортное. Грубый по качеству просто? Грубый по вкусу и, соответственно, производный от грубого вкуса, грубое качество. Потому что есть чай. У китайцев есть вообще выражение такое замечательное. Тонкий и нежный. Вот они называют так чай, что хороший чай, он тонким, нежным качеством обладает. То есть, с одной стороны, он вроде проявлен по всем своим параметрам, а с другой стороны, он тонкий и нежный. По поводу воздействия. Бодрящий или успокаивающий? Ну, я лично считаю, что зеленый чай – напиток бодрящий. Но мы просто это воспринимаем по-разному часто. Бодрость. То есть, есть понятие физического бодроста, напитывание такое, подстегивание некой физики в организме. Есть бодрость сознания, четкость, ясность, творческий какой-то поток, который чай поддерживает. Вот зеленый чай бодрит на уровне сознания, на уровне, дает душевную некую бодрость и прочее. Но физически он не так нас подпитывает, подбадривает, как это делает, допустим, красный чай или пуэр, шубуэр, или си, или существенно выдержанный шэн-пуэр. Поэтому нужно здесь разделять, какой тип бодрости мы хотим. Или, как китайцы иногда говорят, ты работаешь физически, устаешь, пей больше ферментированного чая, шубуэр или красного. Больше работаешь головой, пей больше светлых чая, зеленых, потому что они охлаждают, так сказать, систему вентиляции нашей внутренней. И нам легче думается. В этом плане они, конечно, очень хороши. А по поводу успокаивающего воздействия, чем крупнее зеленый чай лист, а найти крупный лист там сложно, тем качественнее чай. Вот тайпин, тем спокойнее чай по действию. Вот тайпин хоукой, например, бустые кончики из тайпин, или уэньгуапень, они более выравнивающие, успокаивающие, сравнение с другими зелеными чаями. Если хотите зеленым чаем найти больше баланса покоя, то скорее это вот действие вот этих двух чаев. Маленькие почки, мелкие листья, как правило, самые тонизирующие. Самый тонизирующий чай, на мой взгляд, самый мощный зеленый чай, это дунтинский белочунь. Кто хочет вообще острых ощущений от чая, обратить на него внимание. И что-то мы там хотели сказать еще. Мы на самом деле много что хотели сказать и не сказали даже по зеленым чаям. Но я думаю, мы перейдем, наверное, к той нашей части, когда мы хотели презентовать акцию. Друзья, для тех, кто сегодня смотрел нас в прямом эфире, либо смотрел в записи это видео, мы вам предлагаем по акции приобрести какой чай? Бунзинь. Бунзинь. Друзья. Самый лучший. Акция продлится 24 часа после того, как мы опубликуем это видео. И для того, чтобы воспользоваться акцией, вам нужно, если вы оформляете заказ на сайте, либо по телефону, сказать достаточно простое, заветное слово. Май, две тысячи... Март. Март. О, да, вы не перепутайте, пожалуйста, будьте точны. В мае делается только Ленингу Апиани, остальные все чайи делаются в марте и в начале апреля. Март 2017. Март 2017. Поэтому ждем от вас до этих заветных слов. До завтра. Ждите эфир. Завтра будет тоже много интересного. Единственное, что эфир завтра у нас выйдет чуть пораньше. Поэтому обратите на это внимание. Не расслабляйте. Не расслабляйте. Да. Ждите чай.